МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости «Наш день» в студии Мария Денисенко. И сначала коротко о главном. Исключительно календарный март. Вооруженные лопатами сахалинцы вновь оказывают сопротивление свирепствующей непогоде, откапывают машины и выталкивают застрявшие автобусы. Один мы вытолкали, на который приехали. А на этот... Все подрядчики не просто готовы, они работают. Работают они с ночи. Мы работу не прекращали ни ночью во время снегопада и ветра, ни сейчас. Ко встрече с циклоном готовились, но никто не подозревал, насколько мощным окажется его удар. Закрыты автомобильные, железнодорожные и воздушные пути сообщения. Ближе к полудню пятницы и городской пассажирский транспорт временно приостановил работу. Шире сеть, быстрее поиски. Сахалинцы из добровольного спасательного отряда стали подразделением национального центра. Наконец пришли помощники, наконец они на Сахалине у нас будут. То есть то, чего нам не хватало. Это транспорт, это рации, это навигаторы. Сахалинский ЗАГС рапортует разводов меньше, рождаемость выше. Духшее ведомство озвучило статистику за прошлый год. Расторжение брака зарегистрировано на 2,2% меньше, чем в 2016 году. Пришел из Китая, по пути изрядно потрепал северную часть Хоккайдо и в ночь на пятницу обрушился на юг Сахалина и Курил. Из-за циклона на острове ограничены почти все виды транспорта, не ходят поезда, не летают самолеты и даже городские автобусы ушли в парк. Как сахалинцы переживают непогоду, расскажет Светлана Нигматулина. Ветер за окнами завыл ночью, а всю серьезность очередного штормового предупреждения жители южной части Сахалина и Курил на себе ощутили ранним утром. Под сугробами оказались тротуары и припаркованные автомобили. Где весна и тактично ли мы проводили зиму, встали в полный рост главные вопросы дня. Сильный, а местами очень сильный снег и низкая видимость, порывы ветра до ураганной отметки. И лучше бы всем остаться дома, но таких привилегий удостоились только школьники. Март по-сахалински далек от весны, и в подтверждение этому разгулявшийся циклон. Сила ветра очевидна, а количество снега сахалинцы привычно измеряют лопатами. Работы департамента городского хозяйства по расчистке улиц и дорог начались глубокой ночью и не прекращались, даже когда видимость была нулевой. Но довести город до идеального состояния пока невозможно. Причина как в погодных сложностях, так и в оживленности движения машин в последний рабочий день недели. Все подрядчики не просто готовы, они работают. Работают они с ночи. Мы работу не прекращали ни ночью во время снегопада, ни сейчас. На городских дорогах ситуация выглядела удручающе. Автомобилисты старались передвигаться со включенными аварийными сигналами, так как дальний свет фар сквозь снежную пелену разглядеть было невозможно. Не обошлось и без заторов. Много времени провели водители авто на улице Пограничной в районе автопарка, куда возвращались снятые с рейсов пассажирские автобусы и маршрутки. С предупреждением об опасности попасть в снежный плен по дороге, движение автотранспорта закрыли на всех междугородних дорогах юга острова. А вот жителей планировочных районов Южно-Сахалинска это решение не коснулось и, как выяснилось, зря. Даже дорога до центра города была полна сложностей. Один мы вытолкали, вот на который приехали, а на этот – как? Добраться до Южно-Сахалинска или выехать из него по железной дороге у сахалинцев тоже не было ни единого шанса. Утром закрыли движение поездов в Корсаков, Быков, Паранайск и Тамари. А после в кассах железнодорожного вокзала приостановили продажу билетов и в Ноглики. Хординг РЖД принял решение об отмене пригородного сообщения 2 и 3 марта в целях обеспечения безопасности пассажиров во время движения поездов. Традиционно стихия ударила по слабым местам управляющих компаний. Так, к примеру, в одном из домов по улице Ленина подъезд остался без окна. Порыв ветра выбил стекла и вырвал раму. Правда, за устранение этих повреждений рабочие взялись оперативно. До весны еще далеко. Месячная норма осадков вновь легла на города и поселки. Когда циклон наконец-то устанет от беспрерывных атак на юге, он выдвинется на восток Охотского моря. Синоптики обещают, что погода начнет улучшаться в субботу. Днем 3 марта нас ожидает умеренный ветер и местами небольшой снег. Возможность переждать непогоду для тех, кто не смог попасть домой. Мэрия Южно-Сахалинска обустроила пункты обогрева в планировочных районах. Один из них расположился в Центре народной культуры «Радуга» в Новоалександровске. Поехал домой, дорогу перекрыли у нас, развернулся, посмотрел на сайте, куда можно поехать. В итоге поехал сюда. Меня сразу спать положили, я поспал. Сотрудники ГАИ, ДПС, направляют сюда людей. Здесь они могут отдохнуть, попить горячий чай, кофе, поиграть в настольные игры. Власти призывают сахалинцев быть предельно осторожными и без особой надобности не покидать дома, а тем более не выезжать за пределы своих городов и сел. Пункт обогрева будет работать в круглосуточном режиме, пока непогода не утихнет. По распоряжению мэра Сергея Нацазина, места временного пребывания жителей организованы во всех детских садах и школах городского округа. А в других муниципалитетах укрыться от непогоды можно будет в домах культуры и спортивных учреждениях. Циклон вынес приговор. Концерт у Ольги Бузовой в Южно-Сахалинске его отменили. Певица не смогла прилететь на остров из-за непогоды. В Инстаграме она опубликовала обращение к своим поклонникам, цитирую, «Я боролась до последнего и требовала отправить нас хоть каким-то способом к вам, но это оказалось невозможным». Конец цитаты. Ольга Бузова довольно неоднозначная личность нашего шоу-бизнеса. Ее творчество обсуждают все, не оставляя без внимания отсутствие профессиональной подготовки и спорный вокал. Член общественной палаты Саратовской области вовсе назвал Бузову, снова цитирую, унижением российской культуры. Кстати, там концерт отменили из-за многочисленных протестов, а островитяне, будто предвидев исход, даже сделали клип-пародию на хит «Малополовин». Он называется «Это Сахалин» в исполнении выпускницы школы радио АСТВ Юлии Бель. «Это Сахалин, просто это Сахалин, это Сахалин, где-то это Сахалин, я оттопала семь черных машин». К другим темам на Сахалине и Курилах комментирует послание президента федеральному собранию. Накануне оно состоялось в Москве, там присутствовали и представители нашей области во главе с губернатором. Олег Кожемяка подчеркнул, что содержание послания имеет большое значение для нашего региона. Затронуты вопросы демографической политики, в частности, о предоставлении мест в Яслях, чтобы родители имели возможность выйти на работу. Говорили о расширении рынка жилья и возможном снижении ставок и потечного кредитования, строительстве детских поликлиник и качественных дорог. «Это вопросы благоустройства, то, что мы занимаемся на протяжении последних трех лет активно, и наши города и поселки благоустраиваются. И сейчас, я думаю, что на федеральном уровне будет осуществлена мера значительной поддержки по этому направлению». Немало времени в послании было уделено экологической обстановке. По словам президента, промышленные предприятия в ближайшие годы должны снизить негативное воздействие на окружающую среду. Модернизация в первую очередь коснется тепловых электростанций, котельных и коммунальной техники. Отдельное внимание несанкционированным свалкам решать проблему, в том числе и в нашем регионе, помогают сами жители. «Что касаемо свалок, общественники и все неравнодушные жители как Южно-Сахалинска, так и всей Сахалинской области, они контролируют появление новых свалок и дальнейшую их ликвидацию. Но, конечно же, не в одиночку вместе с городскими властями. Я думаю, что именно с этим посланием президента ситуация улучшится в нашем городе, и контроль и работа в этом направлении будет усиливаться». И о доступе в интернет – это актуальный вопрос для нашей области, в особенности для Курильских островов и маленьких населенных пунктов. Согласно посланию, уже в ближайшие годы жителям страны будет обеспечен практически повсеместный быстрый доступ во всемирную паутину. «Думаю, что теперь население из малых поселков, где у нас очень мало проживает людей, сможет полноценно пользоваться государственными услугами этими сайтами, записываться на приемы, например, в город близлежащий, а не по телефону или в очередях по утрам стоять. То есть это гораздо упростит жизнь жителей». На Сахалине уже начали готовиться к масштабной вакцинации населения. Кроме федеральных поставок, прививочных препаратов, область в этом году также выделит 140 миллионов рублей на приобретение вакцин. Это гораздо больше, чем в прошлые годы. Главное направление иммунизации – это профилактические прививки, входящие в национальный календарь, в первую очередь против гриппа. Дополнительно продолжится вакцинация от мневмококовой инфекции людей, входящих в группы риска. Это сердечники, астматики и больные с сахарным диабетом. Против кори будут привиты медицинские работники, водители общественного транспорта, учителя и воспитатели, а также работники торговли. В этом году впервые пройдет вакцинация от менингита. Мы впервые начинаем вакцинацию против менингококовой инфекции. То есть мы в этом году планируем приобрести вакцину от менингококовой инфекции. Также будем прививать призывников, потому что это актуально. И будем вакцинировать детей младших возрастов. И, конечно, будем вакцинировать в очагах организованных, если будет регистрироваться менингококковая инфекция. В Сахалинской области также готовятся к вакцинации от природно-очаговых инфекций. Это тулеремия, лептоспироз и самое актуальное для нашего региона – клещевой энцефалит. Для повышения минимального размера оплаты труда районы получат больше 300,5 миллионов рублей из областного бюджета. Об этом заявила Вера Щербина на совещании с главами муниципальных образований в режиме видеоконференции. Закон о проекте о повышении минимального размера оплаты труда приняла Госдума. Нововведение, которое инициировал Владимир Путин с 1 мая затронет все регионы страны. Минимальная зарплата на островах вырастет на 17,6%. В южных и центральных районах Сахалина она составит почти 23,5 тысячи рублей. Для Ноглик и для Ахи эти цифры было 19,314, сейчас 24,671, а будет 29,024. И для Курил было 20,800, сейчас 26,569 и будет 31,256. Согласитесь, что это существенный рост для низкооплачиваемой категории населения. Никогда не теряет надежды. Это только половина кредо-волонтеров из поисково-спасательного отряда «Сова». Работа должна быть тщательно продумана и организована. Тогда шансы найти пропавшего человека живым увеличиваются в разы. Сахалинских волонтеров смело можно назвать ветеранами. Они не раз участвовали в резонансных поисках. Теперь они готовятся перейти на качественно новый уровень. Подробнее в специальном выпуске «Точки отчета». У истоков этой истории боль и потери. Поисковый отряд «Сова» в своем начале – личная утрата. Руководитель Евгения Тучкова однажды узнала, пропала ее родственница Евгения Солдатенко. Тогда десятки волонтеров стихийно поднялись на поиски. Девушку нашли уже мертвой. Кроме боли в этой истории есть и надежда. Тогда 15 волонтеров, нынешний костяк отряда, решили, что никогда не оставят попыток отыскать всех, кто пропал. Чтобы хотя бы родственники этих людей не оставались с горем один на один. Только внутренняя неравнодушие, вот этот позыв к помощи, та доброта, которой на сегодняшний день так не хватает в жизни. Вот именно эти качества заставляют нас выходить на поиск. С 2015 года потерялось еще немало людей и не раз Южно-Сахалинск собирался на резонансные поиски. Сова искала и Юлию Карпову. Тогда правоохранители говорили, вряд ли удастся найти даже тело. Официальная статистика того года – по всей России в розыске пропавших заняты 4,5 тысячи людей в погонах. Нагрузка на каждого – 100 нераскрытых дел. Волонтеры добились пускай и горького, но успеха. Нашли тело Юлии Карповой. Злоумышленники закопали его на кладбище. С этого момента движение окончательно обрело официальный статус, а активисты узнали – по всей России у них есть единомышленники. И начали учиться и совершенствоваться. В этот раз пригласили тренеров в гости. Ну, я думаю, что особую подготовку для волонтеров Сахалина и Сахалинской области необходимо, в смысле, большое такое обучение провести им по ориентированию по лесу. Потому что, как говорится, Сахалин – это один большой лес. То есть и поиски в основном у нас проходят именно на этой территории. Как пользоваться компасом, рациями, назначать линейные ориентиры в лесу – все это обучение – лишь вершина айсберга. Отряд «Сова» вышел на новый уровень. Теперь официально это объединение является частью Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Этот статус – не только возможность обмениваться опытом. Наконец пришли помощники. Наконец они на Сахалине у нас будут. То есть то, чего нам не хватало – это транспорт, это рации, это навигаторы, это перевозные штабы. То есть у нас сейчас появятся те инструменты, которых нам просто не хватало как рук. Люди хотят развиваться, хотят учиться технологии поиска, потому что вот что МЧС, что полиция, они отвечают за свои функции. И полиция, и МЧС не раз благодарили сахалинских волонтеров. Отряд «Сова» сейчас может похвастать постоянным составом в 58 человек. Получив поддержку Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, организация планирует расширяться. Небольшие подразделения уже есть в Александровске, Сахалинском и Паранайске. Без оглядки на соперников и с уверенностью в победе в нашем следующем сюжете расскажем о победительнице городского этапа конкурса «Учитель года-2018». Лучшие в своем деле жюри признала историка из второй гимназии Анастасию Мокину. Мы поздравляем вас с победой! Спасибо вам большое! И в следующем году тоже выиграете во всех! Спасибо вам большое! Спасибо вам большое! Спасибо вам! Анастасия Сергеевна совсем еще недавно была просто Настей студенткой, практиканткой и начинающим педагогом. А в гимназии работает всего четвертый год, но уже стала ее молодой звездой. Как говорит она сама, на нее не давит груз консервативных традиций. Она просто хорошо делает свое дело, постоянно придумывая что-то новое вместе с учениками. Тема сегодняшнего урока по обществознанию «Мастера своего дела» перекликается с недавним опытом самой Анастасии Мокиной. То, что мы назвали, попробую выстроить некую пирамиду, градацию того, что необходимо, чтобы стать мастером. Сначала самым главным я бы поставила знание и опыт. Дальше назвали упорство. Дальше упорство, потому что если у тебя будет опыт, но ты не хочешь этого делать, и у тебя нет к этому стремления, то у тебя нет. У тебя нет терпения, да, чтобы отточить что-то для совершенства. Безусловно, необходимо терпение. Знание, опыт, терпение и упорство сделали из Анастасии, одного из лучших учителей Южно-Сахалинска. Ее хвалят коллеги и наставники. И главное, любят дети. И шумные пятиклашки, и серьезные сложные подростки из классов постарше. Первые полгода я помню, что готовилась к урокам по шесть часов в день. То есть настолько для меня это было волнительно, и вот буквально волновалась каждый урок. Ее уроки настолько интересны и познавательны, что узнаешь не только о предмете, но еще и одновременно о жизни. То есть она очень хорошо ведет. Мне прям с пятого класса, как только я пришла, она понравилась. Ее уроки – это не просто материал по той теме, которую мы сегодня проходим. Это какие-то тренинги, презентации, игры. Все очень интересно, и, наверное, благодаря ей я знаю эти предметы очень хорошо. Думаю, весь класс гордится ей. Она очень хороший учитель, она молодец. Любовь к своему предмету, истории, к нашей героине пришла незаметно. Каждый школьный урок плавно перетекал в домашние лекции от папы, тоже учителя истории. Так что со сферой знаний Анастасия определилась еще в совсем юном возрасте. А вот с областью их применения не сразу. Я всегда мечтала быть на виду. Я мечтала иметь такую профессию, когда я могу что-то говорить, рассказывать, и это будет интересно кому-то и полезно. И вот в детстве я рассаживала игрушки, как это, наверное, делали многие учителя, и, скажем так, преподавала игрушкам и что-то рассказывала. То есть меня это увлекало еще в детстве. История, даты, факты, рассуждения и благодарная аудитория – все это соединяется в обычном школьном классе. Анастасия говорит прямо – в школе нужно сразу определиться, твое это или нет. И если ответ отрицательный, лучше не продолжать, не мучить детей и себя. А если профессия стала твоей жизнью, то только побеждать. Принцип «главное участие» Анастасии совсем не близок. Я думаю, что победа Анастасии Сергеевны – это не случайный факт. Почему? Потому что она очень правильно понимала вот это движение в пространстве конкурса. Когда на мой вопрос, что для тебя важно – движение или финал? Она сказала, конечно, движение. Я чувствую, как я уже сейчас меняюсь. Целый год я ей говорила о том, что это действительно того стоит. И, наверное, по-настоящему она уже поняла после того, как она поучаствовала, что это действительно того стоит. Это действительно какое-то, наверное, очень яркое событие в жизни, наверное, каждого учителя. Когда я узнала о том, что я победитель, я понимаю, что я счастлива от того, что ничего не заканчивается, что все продолжается, что меня впереди снова ждут эти радостные эмоциональные дни. Еще больше эмоций и накала страстей ждут Анастасию Мокину совсем скоро. За хрустального пеликана она будет бороться с лучшими из лучших в своих городах и районах на областном конкурсе. И не исключено, что именно наш учитель поедет представлять Сахалины Курилы на всероссийском этапе. На Сахалине стали реже разводиться. О сахалинской демографии поговорили на коллегии агентства ЗАГС во главе с заместителем председателя правительства области Антоном Зайцевым. Статистика за прошлый год заключена немногим больше 4 тысяч браков, разводов зарегистрировано в 2732. Последняя цифра на 2% меньше, чем в 2016. Надо работать, подчеркнул Антон Зайцев, оказывать психологическую помощь семьям на грани развода и чаще рассказывать об успешных ячейках общества. На коллегии также озвучили информацию о порождаемости. В прошлом году она превысила смертность почти на 8%. За год зарегистрировано более 6 тысяч новорожденных. Это вся информация о выпуске, эти и другие новости, а также все программы «Наш день» можно найти на сайте stv.ru. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова